всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду основные этапы и перечень ингредиентов а также все пропорции в конце ролика прочитаете а сейчас подробности да на канале есть рецепт бустермы но я с момента выхода того ролика для своих условий немножечко модернизировал этот процесс сделаю более удобным более технологичным и на выходе получаю гораздо более аккуратные гораздо более красивые куски бустермы думаю надо вам это показать показать как именно этого добился все довольно просто поехали это у меня кусок говядины который в нашем лобазе продается под наименованием эскалопин ну то есть эскалоп для начала стоит с него снять все пленки они же фасции а сейчас засолка а принцип приготовления бустермы состоит в изначально избыточном посоле а затем вымачивание для удаления вот этой самой лишней соли для чего делается смотрите соль проникая в толщу мяса за счет астматического давления повреждает стенки клеток те лопаются и клеточная жидкость выходит наружу то есть мясо интенсивно теряет сок да она при этом излишне просаливается но затем мы вымачиваем мясо и то есть лишнюю соленость вымываем мясо конечно вбери от себя немного этой воды но это вода не попадает внутрь клеток она в межклеточном пространстве находится и поэтому при последующем прессовании и сушки она гораздо быстрее уходит из мяса чем клеточная жидкость то есть мясо быстрее сохнет эти разрезал на куски примерно одинаковой толщины это позволит их равномерно одинаково просолить для такой толщины достаточно будет трех четырех суток я использую при посоле морскую достаточно крупную соль мелкую тем более мелкую каменную уж тем более экстру использовать не советую у меня был один раз неудачный опыт получается почему-то пересоленная возможно в мелкой соли и тем более в экстре меньше примесей и она более соленая солица все будет в холодильнике продолжаем разговор сейчас вымачивание для толстых кусков мяса мы тут такие как у меня это составит 3-4 часа для тех что потоньше хватит и пары часов столь стряхнуть вот так вот смотрите сколько сока надала видите жуть и в воду здесь обычная кивяченая холодная встретимся через пару часов три с половиной часа прошло и вот сейчас те самые обещанные в начале ролика хитрости и тонкости и подробности вот у меня две доски и 4 струбцины куски мяса укладываю на полотенце и полотенцем же накрываю а теперь надо между досками мясо зажать и помощи струбцин сделать это нужно как следует плотно во первых это позволит выдавить впитавшуюся воду из кусков мяса а во вторых позволит сформовать аккуратные куски одинаковой толщины по всей длине что ли кусков по всему размеру и да вот так и получившуюся конструкцию оставляю при комнатной температуре на сутки внимание важный момент комната температура данном случае это от 18 до 22-24 выше не стоит слишком жарко будет короче не хорошо будет мясо вашим сегодня можно наконец-таки приготовить пасту для обмазывания бустурмы и повесить мясо вя лица она у меня прессованная влагу уже потерял в холодильнике как вы видите эти аккуратные ровные куски получились вот за счет как раз прессования когда очень классный способ придать мясу во первых хорошую форму во вторых позволить ему очень равномерно потом провялиться потому что толщина по всей длине куска одинаковая подвешивать буду на нити вот такой вот такая конструкция насчет пасты для обмазки состав такой это черный перец чаман сладкая паприка мука и чеснок весь уже из толщиной ступки точные пропорции в конце ролика прочитаете для этой пасты очень важно брать яркие такие пахучие пряности абы какие не подойдут паприка паприки рознь постарайтесь найти паприку с местечко испанского дела вера вот отсюда сейчас покажу вам разницу вот это дела вера скайры вот насыпаю сюда вот это дела вера вот это вот паприка обычный пиментон тоже сладкий который у нас тут везде воспоминаний продается вот видите насколько не по цвету отличаются настолько и по вкусу еще раз не берите что попало принюхивайтесь пробуйте это важно а теперь чеснок и добавляю воду до консистенции такой знаете густой сметаны все остается нанести пасту на куски мяса и оставить их вялиться слой должен быть не толстым но и не очень тонким и надо стараться наносить очень равномерно вот в таком виде надо оставить мясо вялиться процесс завяривания должен проходить при температуре от 12 до 22 ну края 24 градусов и влажность желательно помещение поддерживать на уровне не ниже 65 процентов 70 вообще идеальный вариант это влажно если у вас такой возможности нет что можно сделать к примеру в течение ночи ваши куски висят в комнате при комнатной температуре на дневное время заворачиваете их в пищевую пленку и убираете в холодильник таким образом выравнивая влажность в кусках мяса важно чтобы оно теряло влагу равномерно по всему объему при слишком сухом воздухе поверхность куска быстро пересохнет поверхность именно станет твердой получите закал на поверхности кусков еще момент сейчас как вы видите мясо покрыто не очень равномерно этой пастой вот и есть некоторые такие места которые просвечивают когда этот слой подсохнет я нанесу второй слой уже выравнивая полностью все вот это дело тогда вот никаких вот этих вот просвечивающих пятен через которые просвечивает мясо видно уже не будет и слой будет равномерный по всей поверхности так скажем готово оно будет при потере веса от массы не соленого сырья 30-40 процентов от массы не соленого если закал свежий случился вы это увидите на разрезе завакунируйте этот кусок и оставьте в холодильнике на пару-тройку недель опережая вопросы почему при приготовлении бастурмы я не использую нитритную соль как в других сорвяльных изделиях дело в том что в составе обмазки бастурмы как вы видите большое количество паприки паприка содержит большое количество нитратов натуральных нитратов так скажем нитраты это та же самая селитра которую мы использовали наши предки использовали в приготовлении сорвяльных колбас а сейчас колбасники используют мясницкую соль. Там смесь нитратов и нитритов. То есть натуральные нитраты, которые содержатся в паприке, реагируют во время сушки с мясом, с ферментами, с миоглобином, превращаются в нитриты, те самые, которые мы добавляем обычно именно с нитритной солью. То есть в данном случае нитритная соль это избыточный способ обезопасить нас от бутулизма. Еще момент. В принципе, для чего добавляются нитриты, напомню. Первый вопрос. Первый момент – это вкус ветчинности. Он нам здесь не нужен. Второй момент – это сохранение красного цвета при тепловой обработке. У нас бустурма не обрабатывается, не подвергается тепловой обработке. То есть она тоже не нужна. И третье – бутулизм. Бутулизм в данном случае крайне маловероятен, потому что в клостриде бутулином – это бактерии, которые вырабатывают бутулотоксин при условии недостатка кислорода. Так как мы готовим нашу бустурму, не вакуумируя ее, в данном случае выработки бутулотоксина быть не может. То есть единственный момент, если на куске, на поверхности содержится, будет занесена клостриде бутулину, они могут, теоретически, могли бы выработать бутулотоксин, как раз таки, когда мы будем лечить от возможного закала наш кусок, вакуумируя его. Но так как у нас там паприка, то этот момент нам не страшен. Как-то так. Встретимся с вами уже на разрезании этих замечательных кусков. И вот такая бастурма у меня получилась. Смотрите, какая прелесть. Что у него внутри? Сейчас проверим. Вот этот кусочек возьму на пробу. Обалденный запах пряностей, смеси чеснока, насыщенный такой. Видите вот эту прожилку, которая в середине идет, жилка? Это, вы видели, какой отруб я взял? Конечно, для бастурмы лучше выбирать мясо без вот этих вот внутренних пленок, прочих. Тогда оно получается более нежное, что ли. Еще один момент. Оно варилось у меня долго. Я убирал его в холодильник, вытаскивал опять наружу, при комнатной температуре провяливал, смотрел по состоянию вот этого самого покрытия, внешней оболочки. Снаружи у нас очень сухо. Сейчас летом он очень быстро подсыхает, прям становится ярко таким желтым. Даже, я бы сказал, желтые оттенки, ярко-оранжевые такие пленка. Заворачивал в обычную кальку, потом убирал в полиэтиленную пакет, убирал в холодильник. За ночь в холодильнике влага изнутри куска выступала наружу, и вот это покрытие опять темнело. И вот таким макаром я достаточно долго, сейчас даже не вспомню, ну, наверное, месяц у меня дело болталось, так вот, мясо вярилось. И сейчас он имеет вот такой вот темный цвет внутри. Что касается вкуса. Это ярко, остро, пряно, вкусно. Еще важный момент. Мне не нравится, когда слой вот этой маски толстый. Во-первых, он слишком острый и забивает сам вкус мяса. Во-вторых, не получается достаточно равномерным и насыщенным. Возможно, под свой вкус вы сможете его отрегулировать, корректируя ту или иную пряность в составе. Мне нравится, когда вот этот слой пряностей тоненький. Тогда не возникает такого желания излишнюю остроту убрать с чищением, снятием с куска мяса как бы вот этой замазки. Тоже выбирайте на свой вкус. Самый важный, на мой взгляд, момент, это как раз использование прессования такого, которое позволяет равномерный по всей толщине кусок получить. Тогда вот эта вот провяленность получается равномерной у куска. Не бывает таких, что один конец тоненький, другой толстый, соответственно, тоненький пересох, а толстый еще не довярился. Поэтому вот этот способ прессованием со струбцинами либо с каким-нибудь весом, не знаю, гирю подложите какую-то, когда будете прессовать, чтобы выровнять толщину куска, а потом отдать на завялку, вот это очень такой, мне кажется, важный момент по приготовлению бастурмы. На этом позвольте с вами попрощаться, я буду есть эту замечательную бастурму за кадром. Спасибо за компанию, готовьте, наслаждайтесь, за лайки, дизлайки, отдельное спасибо. Всем пока.